Добрый вечер, уважаемые зрители! Меня зовут Абгуль Андрей, мой коллега Андрей Синявин и в студии нашего канала А2Апис снова Влад Белозеров. Мы продолжаем снимать вторую часть нашей встречи, переключаемся на новую рубрику, которая будет связана, все вопросы, связанные с качевкой, с прицепами, то, что является, на мой взгляд, одной из отличительных особенностей Влада. Поехали! Пользователь Ярослав Бжоляра задает следующий вопрос. Работая в медовом направлении, переезжая с места на место, к медоносам, какая наиболее порода пчел подходит к коротким взяткам, акация или липа, и наоборот, для длительных взятков, таких как подсолнух, посеянные в разные сроки? Ну, я могу ответить только за свой регион и склоняюсь к тому, что больше зависит от того, как подготовите пчел. То есть, если пчел вы набрали к медосбору массу, силу, то, соответственно, такие семьи сработают. Больше зависит, наверное, не от породы там, не от каких-то, а главное, чтобы все правильно сделать и подвести пчел к медосбору. Ответ принят. Ответ принят, спасибо. Пользователь Парусов Лив задает вопрос. Хочу задать вопрос российскому Иоанну Степлеру. Кстати, как ты смотришь в целях повышения эффективности работы при использовании на прицепе в кочевом человодстве шестирамочных ульев? Гнездо 300 плюс 145 магазин сверху. Хорошие зимовки от некто Алико. Алико, вам тоже хорошие зимовки? Да, спасибо. Также, Божьей помощи. У меня нет опыта работы с шестирамочниками, ну почти нет. В этом году приобретаем комплекты ППУ на 200 маткомест. Потихоньку будем осваивать их. Значит, видео на эту тему смотрел на канале Пчеловод-дальнобойщик. То есть, он работает именно внизу на 300, 6 рамок, дальше магазины. Подробно все рассказывают, поэтому, как бы, там, думаю, больше информации будет, чем я смогу что-то дать. Сколько меда берет? Что? Сколько меда берет, да не больше? Ну, хорошо берет. Я точно не знаю, но хорошо получается. То есть, можно работать. Главное правильно подобрать технологию. Там юг, и пчелы зимуют не как у нас, скажем. У нас клубы сидят на 8, ну, 7-9 рамок в среднем. Семьи сильные. На юге маленько другая ситуация. Там пчелы тащат обножку до поздней осени. Семьи проседают, поэтому как раз 6 рамок. Альфред Гриш задает вопрос. Здравствуйте. Вопрос, что лучше, на ваш взгляд, 10 прицепов на легковой или поддоны, 4 улей и погрузчик? Спасибо, Восток Украины. Смотря о каком количестве семей идет речь и на какое расстояние вы качуете. Если, скажем, пасека, там, 100, 200, 300 семей и качевки на короткие расстояния, скажем, там, 50-70 километров. То прицепы. Если пасека 500, там, 1000 семей, качевки на большие расстояния, однозначно погрузчик. Значит, Артен Кузубенко задает следующий вопрос. Что делать, чтобы на качевке не украли ничего? И второй вопрос. Сколько выходит с одного улья? Чтобы не украли, нужен сторож. Нанимать сторожа у нас. То есть мы нанимаем человека на весь сезон, который живет на пасеке, сторожит. В случае необходимости помогает. И собачка живет. Волкодав? Ну, почти. Двортерьер. Селекцион, отселекционированная башкирская местная двортерьер. Хорошо, следующий вопрос. Дмитрий Шибаков. Андрей, там вторая часть вопроса была какая? А, да, извини. Сколько меда? Верно. А, сколько меда. Ну, мед зависит от сезона. Ну, скажем так, в нашем регионе в плохой год, ну, где-то килограммов, наверное, 60-70. На данный момент, вот так. Ну, в хорошие годы, там, хорошо за 100-150. Ну, отдельные семьи уходят за 200 килограмм. Я говорил, в среднем температуру по больнице, так скажем. Все, тебя порвут на тряпочке, на лоскуточке за 200 килограмм. Нас за 100 килограмм. Сколько я знаю. Андрей, Андрей, я скажу так, что возможно, что один, то есть, два пчеловода живут напротив друг друга, держат карнику. Один у одного 100 килограмм в круг, у другого 10. Да, да, согласен. Может, в консерватории что-то подправить, да? Поехали, следующий вопрос. Дмитрий Шибаков. Как вы решаете вопрос с поиском места медосбора? У вас есть договоренности с сельскохозпредприятиями или есть собственные поля? Мы столкнулись с тем, что очень мало сеют медоносов на Урале и скашивают их на корм в период массового цветения. Кочевать некуда, многоточие. Отсутствие должного количества медоносов – это основная проблема медосбора. Так, по первой части вопроса. Как мы ищем места? Ездим на машинах, проезжаем, бывает, по тысяче километрах за день. То есть, объезжаем все в радиусе 300 километров. То есть, я все поля знаю во всех направлениях. Если есть какие-то перспективные места, туда завозятся контрольные семьи. Ставятся на GSM весы с смс-оповещением. То есть, в 2-3-4 места весы развозятся. И все мы мониторим. То есть, смс-ка пришла вечером, смотришь, динамика какая. И затем принимается решение, на какое место везти пчел. Также смотрим, учитывая медоносную базу. Скажем, 2 платформы привезти или можно всю пасеку завезти на данное место. Но учитываются все. То есть, все моменты. Андрей, напомни дальше. Дальше просто были сожаления о том, что на Урале крайне мало медоносов. Я вчера отвечал, да. Собственных полей у тебя нету? Нету. Мы не сажаем. Раньше я тоже думал, что кроме липы ничего нету. Оказывается, есть доник. Потом я открыл для себя эспарцет. Потом макасую, клен и так далее. Поэтому надо искать. Места есть, мест много. Главное, не сидеть. Константин Борисов. Задает вопрос. Вы сами делали прицепы или это покупные платформы? Это относится к прицепу с манипулятором. Если делали, то постановка на учет – это сильно сложно или нет? Хочу сам сделать прицеп под свои хотелки, но вот его постановка на учет – вопрос. Не поставишь на учет. Если в России, то это очень сложно. Не поставите. Проще купить. То есть заплатить деньги возможно найти производителя, кто сделает вам, как раз исполнит вашу хотелку и сделает индивидуальный вам прицеп под ваши нужды. И в случае необходимости его можно доработать, как этого сделали мы. Влад, и еще один от него же вопрос. Вы улья чипируете? Сейчас Башкирия является пилотным проектом. И на данный регион проводится чипирование улья. Но, скажем так, пчелу индивидуально чипировать нельзя. По понятным причинам. И решили что сделать? Применить массовое чипирование. То есть чипировать не индивидуально пчелу, а чипировать пчелиную семью. Повесить чип на семью тоже не получается, правильно? Но это же не единый организм. Решили чипировать улей. Что такое улей для меня? Улей – это инвентарь. Да, как стамеска, дымарь, не знаю. Улей – это инструмент, с которым мы работаем. Что делать, скажем, пчеловоду, который применяет ротацию корпусов? Скажем, у него чипированный корпус весной первый, а затем он их поменял местами, и этот чип улетел, то есть амазка осталась здесь. То есть смотрите, что происходит. Сам чип, он не привязан никак к семье. То есть если он висит на корпусе, то он висит на... То есть мы чипируем инвентарь. Поэтому сейчас, знаете, что пытаемся сделать? Один чип на кочевой точок. То есть как электронный паспорт, чтобы он был, чтобы вот этой дурости не было. Чип на улей. Не знаю, получится это сделать, нет? Ну это уникальные товарищи придумали чипирово отсюда. Это фискальные? С точки зрения учета количества семей и, соответственно, налогов, это все подводится к этому? Андрей, знаешь, для чего это делается? Они говорят для контроля ветеринарно-санитарного состояния пасек. У них завозится много пакетов в Юго-Восточной Азии, их надо контролировать. И люди все такие сознательные, сейчас купят пакеты и побегут покупать чипы. Все знают же, они же проходят все эти фуры через границу, правильно? Зачем это спрашивать пчеловодов? Останавливайте их там, проверяйте на ветеринарно-санитарное состояние. Ну, то есть, видимо, чьи-то интересы. Окей. Всяк они в пчеловодах. Считаем, что вопрос отвечен, раскрыт. Спасибо, Влад. Следующий вопрос задает Алексей Федотов. Он задает сразу три вопроса. Вопрос номер один. Вы имеете опыт работы с несколькими платформами и с краном-манипулятором. Теперь, если в дальнейшем решите увеличивать количество пчел, по какому пути пойдете? Будете докупать платформы или разгрузка-погрузка краном-манипулятором? Или какой-то другой вариант? Одно другому не мешает, Андрей. Почему отказались в данный момент от крана? Потому что данное устройство должно быть на машине, как я считаю, хотя бы метров 6-8, чтобы был кузов, и хотя бы тонн 8-10 грузоподъемности. То есть, какой смысл грузить ульи, если количество их небольшое? То есть, на платформе практически то же самое количество, но исключена погрузка. То есть, если, как скажем, у Йена Степлера, у него машина большая, и он их может там, по-моему, до 100 и более штук загрузить в одном корпусе, то, естественно, здесь варианты как бы отличные. Но на маленьких прицепах данный кран фактически бесполезен. Окей, принято. Второй вопрос. Проживаете сами или нанимаете сторожа? А если нанимаете, как организован быт, подвоз продуктов для сторожа, воды для пчел и так далее и тому подобное? Сторож у нас живет. Живет у нас в вагончике оборудованном. То есть, там есть кровать, есть все необходимое для... То есть, одеяло, постельное белье. Значит, есть стол, тумбочки. Все-все необходимо. Аккумулятор, переходники, зарядники, интернет. Все-все-все. Продукты подвозятся. Ну как, приехали, привезли продуктов. Как это все? Все есть у человека. То есть, вода, еда. Возьмешь меня с Андреем на лето? Это, я только первый был, кстати. Я первый. Я хотел спросить, сколько платишь? Мало ли там на старости лет где-то подработать сторожем в Башкирии? Почему бы и нет? Плотим мы нормально. Я даже скажу, зарплата хорошая очень. То есть, мы где-то 1200 рублей плотим в сутки. Сколько? Плюс наша еда. 1200 рублей. В сутки? Да. Ну, для региона, по-моему, очень неплохо. Это 20 долларов, да, получается? Ты сейчас озвучил цену, после которой можно открывать вакансию и будешь выбирать с двумя высшими, с тремя высшими образованиями. У меня уже очередь. Дело не в том. Я объясню. Сейчас сложно найти человека, который бы, ну, скажем, там, не пил. Ну, то есть, ответственный человек, который бы... Я хочу спать спокойно, поэтому я хочу приехать, чтобы пчелы были на месте. Чтобы я приехал, если надо, мне помогли. Поэтому я готов за это платить, как бы. Это не первый сторож, поэтому я за человека держусь. Спасибо за ответ. Принято. И третий вопрос от Алексея Федотова. Как решаете вопросы с лесниками при качевке на Липу? Возникают ли у вас какие-то проблемы? Если да, то как решаете? А как еще вопросы с лесниками решать? Оформляете участок в лесу и вопросов нет. Окей. То есть, лесниками вы дружите. Смотрите сейчас, как у нас оформляются участки. Делается кадастровый паспорт. То есть, земля оформляется, ну, что вы себе в собственность оформляете, что разницы нет. Бегать не очень много. Очень сложно все. Это, скажем, это земли, которые принадлежат лесному фонду. Если сельскому поселению, там попроще. Там можно как-то прийти, договориться. Там через сельсовет, наверное, да? Да, там через сельсовет и делается. Окей. Следующий вопрос задает Алексей Санников. У него тоже четыре вопроса. Значит, выставка из зимовника. Сразу на прицепы или ставите непосредственно перед качевкой на прицеп? Выставка из зимовника в рассыпную ставим на землю. Почему это делается? Потому что мы меняем маток. Где-то матки должны облететься, там мы подставляем маточники. Ну, то есть, работать на земле весной удобнее, чем на платформах. Постановка на платформы, а семьи одной силы закидываются и уводятся. Поехали. Окей. Спасибо. Второй вопрос. В гнездо на прицепе лезть неудобно. Очень низко стоят ульи относительно пчеловода. И пчеловод находится сзади улья, а не сбоку, как в обычных условиях. Как часто это приходится делать и как сделать так, чтобы этого не делать? А что, в обычных условиях пчеловод сбоку находится? А сзади улья стоят? Не, ну, зачастую бывает так, что ты подходишь и сзади, и сбоку. Я отвечу, я отвечу, значит, на вопрос. Значит, вы двигается. Привет. Как зовут тебя? Привет. Привет. Как? Велес, Велеслав. Велеслав. Да. Сланы, переписываемся за вопросом. Ничего, ничего, нормально, нормально. Продолжай. Отвечай на вопрос. Ну, сейчас тебе поможет подкорректирует. Чтобы не мешал, раконечка стоит и смотрит, чего там. Подкорректирует, если надо, да. Человод будущий, правильно? Пока работает, надо помочь папке. А, так я у него спрашиваю, ты в школу пойдешь? Нет, а куда? А что будешь делать? С папом работать. Ну вот. Ладно, значит, улики при работе, его можно выдержать на себя, но вся работа делается на земле весной. Мы на качевке, мы не лезем в гнездо. Только смотрите, в чем суть-то этой технологии. В том, что она разделяется как бы на два этапа. Весна мы работаем в гнездах, лето, мы работаем только с магазинами. То есть разведка, перевозка пчел, отбор меда, откачка меда, все. В гнезда мы не лазим. Но бывает там в порядке исключения какие-то там одну-две семьи посмотреть или контролировать, в каком состоянии, что заливается, не заливается, то есть в каком состоянии вообще, как находится, как себя пчел чувствует. Не более того. По-моему, ты раскрыл ответ на этот вопрос. Третий вопрос от Алексея Саникова. Используете ли какие-то весы на платформах? Да. Окей. Механические обычно весы. GSM-весы смысла нету, потому что там сторож. Хорошо, понял тебя. Четвертый вопрос. В одном из видео вы говорили о разработке нового манипулятора. Даже вы кидывали эскизы, говорили о инженерных расчетах и так далее. На какой стадии проект или заброшен? Ну, в зависимости от размера в пасеке. На данный момент мы укладываемся в платформу. То есть, если у нас там еще 100 будет, то, наверное, платформа. Если еще будет там 500, то, конечно, скорее всего, придется уже устанавливать манипулятор на грузовик. Еще раз повторюсь, не на прицеп. Дмитрий Скришевский. Вопрос кладу. Был ли у вас опыт изготовления платформ для качевки самостоятельно? И САДА, то подробнее, что, откуда и куда? Не было. Почему? Потому что был математический подсчет. Получается, мы приблизительно 50% это себестоимость его. И получаем самодельную телегу без документов. Стоит оно того или нет? Я посчитал, что проще, дешевле, быстрее. А главное, безопаснее для движения. Все-таки, чтобы все было официально, с документами, как полагается. Все понятно. Вопрос от Дениса Авдейкина. Привет, парни. Привет, Денис. Какой прицеп выбрать для качевки с возможностью перевозки 10-20 семей? Я думаю, те прицепы, которыми мы пользуемся, они отлично подойдут. Если не сложно, оставим ссылочку на производителя, если кому-то интересно. Выбор авто для перевозки какого прицепа? Обязательное условие – это, смотрите, большие свесы, то есть прицеп тяжелый, нагрузка на паркоп очень большая. Поэтому желательно, чтобы автомобиль был рамный и паркоп рассчитанный на прицепы до хотя бы 2,5 тонн. Ну, то есть все должно быть жестко, крепко. На «Жигулях», скажем, там, все это разбалтывается, отрывает, поэтому это до поры до времени. Понятно. И желательно дизельную машину. Ну, то есть объем. Ну, прицеп тяжелый. Поэтому, соответственно... Мощная, то есть машина должна быть мощная. Следующий момент. Ну, да, конечно. Какая система пчеловождения? Что порекомендуешь? Руд, дадан и тому подобное. И, ну, это прикачевки какая предпочтительная. И расскажи о своей системе пчеловождения от выставки до окончания. Почему нет противороевых мероприятий? Порода пчелутая какая? Значит, по системе пчеловождения у меня есть видео на канале, которое называется 300 плюс 145 годовой цикл содержания от А до Я. Там я в хорошем темпе рассказываю, что мы делаем, как мы работаем. Видео заняло час, поэтому сейчас этого времени нет. Ну, конечно. И если интересно, нужно просто зайти и посмотреть, будет все понятно. Значит, по типу ульев. Начинали мы с даданов 12-рамочных, с лежаков. И данная конструкция ульев крайне неудобная в качевке. Очень громоздкие, тяжелые. Дальше работали с рутовской системой. Все хорошо, отлично. Но есть несколько минусов. Это тяжелые медовые корпуса. Очень тяжелые, то есть для одного человека. И все-таки на постсоветском пространстве, в отличие от всего другого мира, у нас все-таки стандарт 300-й рамка, а не 230-й. Поэтому для продажи пчелопакетов 230-й рамка крайне... Низкий спрос, скажем, на эту рамку. Поэтому остановились гнездо 300, 10 рамок. Я уже говорил, что я считаю, что 10 рамок достаточно. Если бы начинали сейчас заново, я думаю, сделали бы 9 рамок. Ну, не суть. То есть... Четвертый вопрос. Конструкция, считаю, очень удачная и мне нравится. Шестой вопрос, Андрей. Давай шестой вопрос. Четвертый, пятый дублируется. Мы переходим к шестому и седьмому. За какое время до предполагаемого взятка желательно перевезти семьи на выездной точок? Не за какое. А вдруг взятка не будет, а мы туда пчел перевезли. То есть мы потратили время, уехали туда, взятка нету. Теперь надо пчел в другое место везти. Ни в коем случае. То есть поставили контрольный улей, если смотрите динамику, там полтора килограмма, в следующий день три килограмма. Ну, конечно, предположить это нельзя, что будет с прессом. Как вы можете угадать, что там будет? Будет ли там вообще что-то? Чем боретесь с вароа, кроме как щавелевой кислотой? И с какой периодичностью? Как часто делаете обработку с уважением Дениса? Откуда он знает, что ты щавелевой кислотой обрабатываешь? И обрабатываешь ли ты ее вообще? Судя по, наверное, анонсу, там был курмультук и кислота, которые мы не торгуем. Думаю, оттуда. Ну вот, значит, обработки проводятся основное. Основное, это все-таки химия. Это полоски китайские. Я против. Андрей, смотри, я знаю очень многих пчеловодов, которые тоже против, и у которых достаточно большие проблемы с кличом есть. Вот у нас последние 4 года вопросы по кличу просто отвалились. Дальше, закорм с отваром полыни. То есть полынь, ну, как КАС-81, скажем. Щевелевая кислота. То есть сегодня прям буквально в этом году, скажем, я экспериментирую. То есть есть контрольная группа семей, которая не будет обрабатываться вообще химией. Я думаю, на протяжении 2-3 лет мне интересно будет посмотреть. Обработки будут следующим образом. То есть пролив щевелевой кислотой, сублимация. Дальше, весной я планирую при выставке забрать весь печатный расход, так как весь клещ, который он размножается именно в первом расходе. То есть его скинуть на другие семьи. То есть это такой зоотехнический прием, скажем. Дальше, Андрей, я так говорю, дальше опять подкормка с отваром полыни, то есть КАС-81 и обработка эфирным маслом, пихтовым маслом. Влад Иклана. Мы с Андреем обсуждали уже тему, тебе, правда, не говорили. Но раз ты уже решил какие-то семьи не обрабатывать, опустить их, протестировать, так сказать, то мы решили тебе в следующем году прислать там не знаю, там 3-5 маточек инструментального осеменения от ВСХ линий именно для вот этих целей. Давай мы так сделаем, чтобы ты не лишь бы каких уже маток пустил там зиму, да, там, ну, непонятно каких, а именно возьмем уже ВСХ линии и посмотрим, что с них получится. Ты нам потом дашь обратную связь. Отлично, Андрей. Кстати, ну, в этом году я уже приобрел от вас маточек Карла Пернера. Ну, то ты приобрел, а эти маточки мы тебе отправим. Их не надо будет. Это вообще замечательно. Ну и все. Спасибо большое. И, кстати, я забыл упомянуть, что в этом направлении я тоже думаю, то есть, со всех сторон в воротолерантные пчелы это очень-очень интересно. То есть, именно. Как ты относишься? Все-таки маркетинговый ход или реальность? Андрей, люди работают, это рынок. Да он знает, что это реальность. Маркетинговый ход здесь не прокатит. То есть, там такая конкуренция жесткая, что кто это говорит? Те, кто, я считаю, они просто некомпетентные люди. Там профессионалы работают, люди, кто... То есть, ну, о чем вообще речь? Я просто готовлю доклад на эту тему, буду с ним выступать, наверное, в низких местах сразу, и поэтому мне интересно мнение, я слышу, вот, контр-доводы, и в основном это те люди, кто не хочет слушать ничего. Они для себя выбрали простой для них вариант отказа от всего нового, от какой-то информации, поэтому, да. Это два друга, Фома и неверующий, да? Андрей, представь, что ты, вот, кого-то ты говоришь, я вывел линию такую-то, такую-то, с такими-то, с такими-то признаками, но это, эта пчела не показывает ничего. Этих маток у тебя покупать не будут, правильно? Ну, конечно. Ты просто заявил громко о чем-то, и все. Люди работают над этим, то есть, ведется селекция, селекция, это очень просто люди, там же институты, там же институты работают, они финансируются государством, там же, я все понимаю. Андрей да Влад собрались тут и что-то решили, там ассоциации, серьезные организации, это... Как люди, да, карника, это так, маркетинговый ход, 7 тысяч маток в селекции, 70 лет работы, о чем вообще говорят люди, я вообще не понимаю. Они не знают, о чем говорят, бывает такое. Ну, окей, хорошо, ну что, двигаемся дальше, обсудили. Переходим к следующему вопросу, следующий вопрос задает пользователь и наш зритель с никнеймом Gamven Repsil. Приветствую всех, друзья, зовут меня Сергей, мне 31 год, привет, Сергей. Пчеловодство я открыл для себя 2 года назад и поистине я полубил пчел, слово пчела с большой буквы и все, что связано с этим благородным делом. Я давно смотрю канал Влада больше года и он вызывает у меня авторитет. Спасибо. У нас, кстати, тоже. Да, спасибо. Кстати, стал использовать в этом году изолятор по смене маток от Влада, пока только три штуки сделал, но все впереди. В этом году в конце мая в первый раз выехал на качевку на 350 километров от дома. Прицеп был мной куплен, а транспортировку заказал платно, но по неопытности крепление 48 ульев произвел не совсем продуманно и второй ярус из 24 ульев был в течение пути разболтан. Две семьи запарил, а 22 остальных были оборваны рамки. Очень много битки, маток много пропало, мед вытекал из литков. У меня сердце болит до сих пор от воспоминаний этого страшного переезда. Это была катастрофа необычайных для меня размеров. Да, можно себе представить, Сергей. Вопрос к уважаемому Владу. Расскажите про вашу самую запоминающуюся качевку, страшную или увлекательную, и по скрипту спасибо за ваш труд. Ну, у нас что качевка, что отдельная история. Единственное, что нету возможности взять камеру, потому что либо темно, либо мы там буксуем, там все грязные, поэтому это не до съемок. Ну, ладно, это отдельная история. А вот Сергей, да? Сергей. Ну, вот история Сергея, конечно, очень-очень печальная. Смотрите, обрыв рамок, из-за чего происходит? Я считаю, мы армируем в пять рядов. У нас ни одной рамки не оборвало за все наши переезды, не было обрыва ни одной рамки. И дно сечет на 50%. То есть, обрыв происходит, либо плохо натянута проволока, либо недостаточно армированная рамка, мало рядов, либо поднимается температура. То есть, пчелы возбуждаются, поднимается температура, вентиляция недостаточно, водка становится более мягкий, и происходит как раз обрывание рамок. Это очень страшно, поэтому нужно эти вещи учитывать в будущем. Обязательно, то есть, армировать в пять рядов, вентиляцию делать хорошую, крепить хорошо. И, возможно, от себя добавлю не начинать первую качевку на 350 километров в одну сторону. Совершенно верно. проэкспериментировать. Возможно, не было где-то медоносов поблизости, человек поехал. Тем не менее, он приобрел очень, хоть и болезненный, но, тем не менее, опыт теперь понятны, слабые места. Сергей, мы тут с ребятами обсудили, у нас появилось спонтанное желание поддержать вас в непростой ситуации. От канала А2Апис и от Вады Белозерова мы хотим сделать небольшой подарок. Свяжитесь, пожалуйста, с нами в WhatsApp с Андреем. мы хотим подарить вам в качестве жеста дружеского и поддерживающего летом 2020 года хотим подарить вам маточку F1. Поэтому, если мы сможем передать физически, вы находитесь где-то в зоне доступа обычных каналов связи, то есть, это не Америка, не Европа, мы с радостью хотим вас как-то поддержать по-человечески. И это не та маточка, которую мы даем за... Это не основной приз. Да, это не призовая маточка. Это дополнительный факультатив. Это дополнительный приз, так скажем. Факультатив, да, совершенно верно. Следующий вопрос задает Андрей. Сергею хочется пожелать роста, успехов и процветания. Я... видно, что человеку нравится это дело по комментарию. Поэтому такой порыв именно от этого. Да, Сергей, удачи. Чем больше вы будете экспериментировать и пробовать, тем быстрее вы станете опытным человодом. Следующий вопрос. Его задает наш коллега, мой друг Гомельский, опять же. Завидуйте, Андрей с Владом. Я помню, что ты со всеми договорился. Просто все твои друзья написали вопросов. Я даже знаю, кто сейчас наверняка получит подарок, нет? Да, Андрей Авгуль. Андрей Авгуль. Вячеслав Зернацкий, Слава, задает такой вопрос. Почему Влад решил возить пчел на прицепах, а не разгрузка ульев на землю манипулятором? Ну, причина одна, это экономия времени. Манипулятором мне надо час загрузить. Я говорю, час не на погрузку, я закрываю летки, готовлю пчел, подгоняю прицеп, выставляю в уровень стрелу, загружаю их, креплю улью, складываю стрелу, час времени прошло. За час времени на платформе мы проезжаем при более-менее хорошей дороге 80-90 километров. Это рейс мы уже делаем. И как все было, у нас был прицеп с манипулятором и платформа. Как только пчелы садятся, платформа уже готова к движению. А здесь мы только начинали работать. Поэтому возникла такая идея поставить всю пасеку на платформу. Я уже говорил, что манипулятор целесообразно использовать на больших платформах, то есть автомобиле большой грузоподъемности на грузовиках. Следующий вопрос Слава задал по охране прицепов, но он был уже... Андрей, еще один важный момент. Прицеп с манипулятором один. Прицепов платформ много. Мы можем одновременно, мы таскаем двумя-тремя машинами, но, соответственно, это тоже плюс. Значит, вопрос по охране прицепов был. Пропускаем. Третья республика Башкортостан у меня ассоциируется с липовым медом. Какие методы прогнозирования будущего взятка с липы? Как происходит ежедневный контроль привесов и своевременное расширение семей с учетом большого расстояния к очевке? Большое спасибо Владу за подробную консультацию при покупке прицепов. Объективную оценку их минусов. Да, Влад, действительно, ты нам помог. Мы заказывали четыре прицепа, привезли их, четыре пчеловода, я в том числе взяли прицепы, ты нас проконсультировал, мы доверились тому производителю, которого ты указался на сайте, ну, вернее, на YouTube-канале, все прошло ровно. Ну, Андрей, вы из другого государства заказываете где-то прицепы, естественно, есть какое-то внутреннее... За две с половиной тысячи километров. Я тебе могу... Айдар его зовут, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да, вот. У нас была такая интересная история, мы пересылали туда около полумиллиона рублей, все вместе, одним платежом, ну, и был немножко стрём такой, да, ну, там, мало ли, какая ситуация, потом кинут, там, еще что-то, ну, и мы, значит, отправляем эти деньги, и тут приходит сообщение, что, пацаны, прицепы вам ушли, а вот деньги я получить не могу, меня заблокировали. Понимаешь, что-то ты влешь, Андрей. Мы переживали, что он нам... Поменьше должно быть. Он переживает... Нет, это не в долларах, Влад, не в долларах. Нет. Не-не-не, не в рублях, но не полмиллиона, четыре прицепа. Они там, наверное, 60-70 тысяч стоят. Ну, мы... Ну, по 400 тысяч там что-то было. Ну, он, как всегда, приврал, Влад, он, как всегда, добавляет 20-30 процентов на Утруску и на Усушку. Ты смотрел НТВ, где Ирада Зиналова? Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! А на щенок в сторону в шоу отсюда! Ну что, двинули дальше? А, Влад не ответил на вопрос третий. там, да, основной, основной медонос в Башкирии это липа. Липа и сопутствующие медоносы лесные, дикоросы, которые, это один из, таких, скажем, сортов меда, который завоевывал первые места на Апимонде, на мировых выставках.